всем привет ребята сейчас решил поубирать у кроликов я у них убираю раз в неделю у них прям очень уже грязно и думаю так как кролики на улице о них долго нечего рассказывать показывать сидят себе 7 крольчейки два крола и на этом все дела в общем о как стихами получилось об этом и читал комментарии и в ролике которым я сказал что я продал семью мускусных уток вот таких молоденьких беленьких и мне написала там два человека но это те которые я увидел комментарии что опять я останусь в этом году без белых уток а теперь чтобы успокоить этих двоих а может еще кто-то думал что я останусь без белых уток просто двор пестрит потому что очень много лишней птицы на самом деле просто пересчитайте белых уток которые мои прошлогодние паза прошлогодние то есть как бы старые девки и вы поймете что но ни в коем случае я без белых уток не останусь потому что у меня здесь сейчас больше больше 15 штук белых моих вот прошлогодних уточек у которых вот такая большая маска вы можете сами посчитать вот они очень крупненькие мои ну то есть и чуть помельче есть крупнее те кто переживал за кнопочку вот она она на месте она самая манюсенькая она такая была маска у нее уже взрослой утки ей пошел второй год так что она девка взрослая не слазь она ли в прошлом году я не знаю в общем вот такие дела а вот такие вот девочки которые молодые белые они мне все равно не нужны даже если я их не продам я их себе оставлять не буду потому что это детвора моего сугроба ну то есть моего вот этого белого селезня и они мне точно не нужны потому что это родня а если вам интересно вы можете прям сейчас пересчитать сколько же здесь беленьких старых уточек смотрите я я вам помогу раз два три 4 5 6 но это кнопка ее можно не считать смотрите 7 8 так где еще что-то я вам она рассказывал вон стоит 9 ну и где-то вот там еще было а и вот 10 ну то есть 15 я конечно загнул но вот 10 белых уточек есть и есть вот белая уточка это из посылки ну который прислал мне василенко помните вот в общем вот эта уточка она тоже останется она для моей птицы чужая у нее такое же крыло как и вот этого голубя немножко обвисшая но у них очень смешной клюв у них он короткий они похожи на голубя что эта девка похожа на голубя что-то беленькая прям коротенький клюв и вот это смотрите коричневая уточка она тоже с посылки вот ну прям ну видно сразу что у них короче клюв почему у них так обвисшее крыло они такие выросли они не чуть не больше моих но очень смешной у них клюв прям прям я не знаю хочется их взять и вот эту уточку голубя эту пепельную эту беленькую отдать им моего белого селезня вот у меня есть молодой вот такой красивый прям большой самец и посадить их как-то отдельно чтобы посмотреть возможно у них будут хорошие крупное яйцо и утятки будут нормальные почему у них у всех троих так неправильно сложено немножко крыло я понятия не имею ну ой вот такие вот дела она и вот эти селезни которые тоже из посылки смотрите у них какой коротенький клюв замечаете то есть прям короткий вот какой красивый молодой селезень вот так что не переживайте 10 белых уток у меня есть конечно с 15 я точно загнул у нас сейчас сильный прям ветер закрыт а вот на трактной бригаде дежурил и просто сдует просто невыносимо и мороз такой легкий мороз но на ночь передают 6 градусов мороза двор подсов конечно но нужно все равно так что вот такие дела еще по по поводу уток вот 10 у меня белых молоденьких получается четыре штучки где-то оставлю это 14 ну которые с посылки вот кстати черный это тоже с посылки и у нее точно также висит крыло я не знаю почему ребят вот у моих сказать что может из-за того что они позднее нельзя потому что у меня же есть утки которые еще позже ну вот вот эти мои последние и в этих ни одной утки ни крыло не висит и я правда не знаю вот видите вот как-то не так сложено вот и что еще по поводу уток то есть смотрите 10 моих белых старых и коричневых тоже около десятка они тоже все остаются белые коричневые я все буду оставлять вот кори вот пепельная старенькая уточка вот коричневая старая вот коричневая старая вон коричневая вон коричневый вон коричневая смотрите вот 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 вон есть пепельная еще то есть у меня моих прошлогодних только уток около 25 штук которые все остаются ни одну старую уточку я не убирал в этом году и убирать не буду так что не переживайте вот эту обормотину нужно убрать перо щипает видите что творит для что делать для вот обормотина все ты первой на очереди я тебя запомнил ну вот так ребят в общем сейчас я напою покормлю кролика вы тогда продолжим еще раз повторю что я у них не убираю где-то по неделе то есть просто подкладываю немножко сена и на этом все единственное что каждый день я им даю это воду вот вода у них каждый день зерно у них бункерной кормушке этот вот красавец сожрал ее перекинул сейчас будем на место ставить пока еще никого не пускал к самцам вот в этим двум красавцам нужно уже этим заняться то есть уже весна зимой крыльчихи плохо гуляют тем более те которые живут на улице потому что ну холодно им не холодно но погода холодная они не сильно хотят гулять потому что ну все таки это животные которые мне кажется немножко организм понимает что у них и цикл меняется удлиняется если летом ну то есть между охотами у крыльчих по неделе то зимой это растягивается до месяца то есть как бы крыльчиха даже перестает приходить в охоту из-за того что она наверное где-то на инстинктном на инстинктивном уровне понимаешь что крыльчата зимой замерзнут ну вот так так что хоть я и пускал эту крыльчиху помните в январе он 10 января все равно она ничего не привела и так я ее не пускал какие шейки толстые откормили шерстяные свои да все ребятки сейчас я поубираю туда продолжим вот ребятки я пока еще ничего не начал смотрите меня спрашивали молодые селезни во сколько начинают топтать уток вот обратите внимание этот пепельный селезень он из посылки и он вылупился в августе месяце то есть ему 7 месяц он уже спокойно работает вот на утке уже начинают они топтать топчет старую уточку это тоже к тому вопросу что а если старые уточки можно им купить молодого селезня можно селезень не разбирается в возрасте утки ему нормально так что вот такие вот дела ну а я приступаю к уборке ну ребят пока я вычистил у кролика уже потемнело надо вспышку включить вот и что на что я еще обратил внимание ребята во дворе смотрите у меня 33 гуся здесь но их было больше уже поубирал основную часть слава богу вот осталось три штуки и селезень лезет топтать ушку любой то есть хоть крякающий на крякающую утку хоть мускусный тихонько лезет на мускусную то есть крякающие утки они то орут в этот момент а мускусные они что молчат понимаете и гусаки видят эту все происходящую картину и нападают так как здесь гусы нету нужно срочно их убрать нужно позвонить знакомым которые у меня любят гусятину и спросить не хочет ли он их купить в общем нужно в ближайшее время их убрать это сейчас я яйцо не собираю не собираю в инкубатор но скоро ведь начну и нужно чтоб таких эксцессов не происходило во дворе и еще на что я обратил внимание мой крякающий селезень который мне делал мулардов белый он активизировался вон он стоит вот этот красавчик и топчет индоуток ловит всех подряд поэтому скорее всего должны быть в этом году муларда в прошлом году я вообще не помню чтобы они были ну посмотрим а позапрошлый год было много у меня кстати от него три его дочки бегают они хорошо сидят на яйцах в общем по убирал у всех поналивал им уже воды кто выпил кто перевернул сейчас подоливаю ну и вам покажу крольчих это две мои крольчихи которые но я думаю вы знаете от моей большой серой к черной крольчихи вот одна малыш малышня и вот вторая малышня но они уже делки крупные у них килограмм больше чем 5 я их не взвешивал я помню как-то один раз я взвешивал кроликов и потому что некоторые мне говорили что они у меня мелкие на самом деле сейчас у меня уже все кролики крупные из мелких осталось только две штуки это вот эти две молодые крольчихи ну в них больше трех килограмм но не мелкие правда вот нужно будет их как-то их всех взвесить прям интересно но вот так они не подопивали я сейчас им поналиваю полной баночки и на этом будем заканчивать он смотрите свет горит у вьетнамчиков у них горит и красная лампа и свет из-за того что у нас сильно похолодало прям так свежо стало в этом в сарае вот здесь а стекла нету в одном окне и там была пленка она разорвалась думаю уже тепло пусть так и будет но так как сюда перегнал там чеков сегодня забил новой пленкой чтобы было у них точно тепло вот так вот это обормотина вот она мелкая и еще и кусается помните она на меня кинулась еще и переливает воду в общем от нее одни проблемы и плюс мелкая но я есть шанс дам окролица не окролица посмотрим на там буду смотреть в общем она у меня в аутсайдер не нравится на мне вот так а эти красотки вот не разливает смотрите те которые не разливают у них водичка стоит еще прям до утра она будет так как сейчас не жарко они сильно не пьют вот это тоже вот ничего не выпила ничего не разлила вот этой тоже все хватает а это ж три крольчихи вот эта черненькая это я купил в декабре я думаю ну вы помните я по них ездил и это молодые крольчихи я их брал пятимесячной сейчас март им по семь в общем можно их уже пускать разве их и в пять можно было пускать они крупные ну пока нет вот смотрите что делает сейчас если разольет пойдет на шашлык да вот что ты психопатина какая есть мозги в этой пустой голове нет вот все тут все налито получилось вот две тачки из шести из семи клеток получилось две тачки одно я уже вывелась вот вторая здесь ну и потратил наверное минут сорок на уборку потому что прям грязненько было а в этих двух красавцев я не убирал у них чисто ну как я имею ввиду они у них сал сена много они клетки у них побольше в общем зерна насыпал водички налил вот попил сейчас долью видите как утки бросают яйца где попала идет идет снесла пошла дальше справилась довольно кстати мне задают вопросы очень часто по поводу крякающих уток садятся они на яйца или не садятся ребят инкубаторская птица может садиться на яйца у крякающих пород уток насиживание ну то есть вот этот инстинкт насиживания более слабый то есть есть вероятность что они сядут если они у вас выводятся во дворе годами то есть под утками то они все обязательно у вас сядут а если вы купили на ну то есть где-то на рынке уток и оставили себе там пару-тройку и хотите чтобы они сели на яйца то чтобы спровоцировать насиживание нужно чтобы всегда в гнездах лежали яйца поэтому если хотите чтобы они сели просто не забирайте яйца но а начинайте оставлять яйца тогда когда ночная температура не опускается ниже плюс пяти градусов потому что если температура опускается до нуля то яйцо не замерзнет но на нем оно от охлаждения и нагревания будет на нем конденсат а это не хорошо поэтому до плюс пяти градусов яйцо забирайте ешьте а потом когда станет тепло оставляйте яйцо в гнезде и есть вероятность я не утверждаю но есть вероятность что ваши утки сядут на яйца у меня каждый год сидит 3-4 крякающих утки но они уже мои как бы одомашненные то есть мои утки выводят утят утята садятся потом опять выводят утят но до того как они первый раз сели они у меня были куплены на рынке понимаете то есть мои инкубаторские утки можно сказать сели про мускусные утки так вообще не переживайте сколько плед вы их не выводили в инкубаторе у них самый сильно развитый инстинкт на сиживание вместе с индюшками тут индюшки садятся все подряд инкубаторские бройлерные какие ходите и индоутки все подряд мускусные они все у вас сядут на яйца так что ну такие дела выпил красотун вот а телята обнаглели тёлка или в охоту пришла или просто наглость и и второе счастье только что им и сено дал и воды и дробленки вот доели дробленку и давай ныть чё ныть вот это третья крольчиха куплено получается 1 черная 1 белая 1 вот такая пепельная красивая ну еще раз повторюсь стоим по 7 месяцев на все вот так в общем уборка теперь будет через неделю примерно то есть не всегда чищу воскресенье но примерно раз в неделю все на они вот это будут есть дня 4 то есть завтра мне просто воды поставить там морковки или свеклы кинуть если есть если нет ничего страшного а вот сено будет где-то раз в неделю ну я имею ввиду не сено через три дня можно немножко подложить уборка вот этот весь навоз вычищаю не часто потому что ну кролики они зверьки аккуратные на навозе никогда не сидят ходят в туалет в один угол это точно но они сами выбирают какой угол ходить одни вот ходят сюда вот эта девочка молодец она ходит вот сюда возле двери а спит вот там в том углу дальнем это очень удобно потому что а с того крайне удобно чистить хотя здесь были крольчихи в этой клетке в которых которые ходили в угол вы туда вдали это прям ужасно а это умничка вот так все ребят всем большое спасибо за просмотр пойду чистить у поросят воскресенье не воскресенье целый день ничего не делал но а все равно если они будут чистить каждый день то я просто утону в навозе почищу сейчас у маленьких в одних у вторых подстилю большим я думаю на этом все но пока всем большое спасибо за просмотр и всем пока пока ты зритель смотрите гусь с кривым клювом самый счастливчик когда я говорил что он первый уйдет на мясо на самом деле получилось что он один из последних уйдет на мясо потому что вот он до сих пор живой все всем пока пока